Всем привет! Вот такая вот история случилась однажды, по-моему, лет назад. Начнем с чего? Меня зовут Максим, я работаю в Руслинг. Дальше... Что произошло? Работал я себе, работал, был занят проектом. Он тут меня завел с СТО и говорит, я тут это... написал два приложения, чтобы потестировать просто, погонять. И вот как бы одно работает на вертексе, а второе нет, на эликсире. Ты бы мог его поправить. И вообще, как бы, оно... когда я его поправил, оно было чуть-чуть... ну... тормознутие работало, чем версия на вертексе. Оно было... там был использован Феникс, Плах, Кобой, соответственно. И там было два эндпоинта. Это просто статика рендерится, статический G-Snow строчка. И достается из Mongo что-то. Сореализится и тоже рендерится. Вот. Соответственно, как бы, меня эта тема задела, потому что я всеми руками за эликсиры тут. И что такое вообще Vitex? Ну, и чуть-чуть отступления. Короче, написали ребята что-то подобное Node.js, только не для JavaScript, а, ну, работает на JVM, но можно писать код свой на Ruby, JavaScript, Groovy, Java, еще чем-то. У них на сайте есть огромное описание, на чем они могут. Они их не интерпретируют. У них просто написано, как бы, API на Java. То есть, есть, ну, допустим, если это Ruby, то есть рубишные классы, которые фарнизон потом в Java вызывают. И, как бы, для нашей компании, мы как раз, нам нужно было написать микросервис. И мы выбирали, ну, вернее, мы как компания, но не я, потому что я был вообще другом. Они выбирали, на чем его, собственно, сделать. Ну, и поскольку я там ходил, всем мозги как бы шевелил, что эликсир, эликсир, эликсир тоже рассматриваю. Вот. И какие обещания были, например, у Vitex? Ну, потому что эликсир, он, да, он похож на Ruby. Наша компания, она больше рубишная. Но в Functional Programming это что-то новое. Не все, он не всем легко залазит в голову. Все привыкли к объектно-ориентированным и так далее. И что нам обещает Vitex? Что мы берем просто наши рубишные классы, оборачиваем в оберточку, вот. И оно дальше продолжает работать. Ну и, соответственно, оно работает значительно быстрее, чем любая рельса или что-то подобное. Изначально тестировалось оно все на iMac'е нашем, на одном из. И не было, ну как бы, если бы эликсир сразу выигрывал, то не было бы никаких вопросов. Можно было бы тему закрыть и все. Ну, поскольку он явно проседал, то там были придирки к тому, к методологии самой тестирования. Например, что мы запускаем и сервер, и то, что генерирует нагрузку на одной и той же машине. Как мы можем померить, что из них больше отъело проц, там, или там, что, где наша память выигралась, там. Или какие-то I.O. где проседают. Ну, то есть, непонятно. Ну, забегая наперед, скажу, что лучше это было бы, конечно, тестировать просто на двух ноутбуках, чем на Google Cloud. Ну, ладно. Вот. Потому что там хоть железо реальное. Вот. Так как Google Cloud, оказывается, просто виртуальная CPU, это просто Apple 3D на многокорных процессорах. Вот. И, собственно, какая у нас, на чем, собственно, мы тестируем. Мы в моей улице. Google Cloud Platform, там Kubernetes. Для Kubernetes-сервисов потребовался один сервер. Если кто-то знаком, это N1 Standard 1, Google. На нем крутятся все эти сервисы. Потом MongoDB, потому что в одном из тестов участвовала MongoDB. Она на отдельной ноде живет. Ну, чисто, чтобы она не вмешивалась, чтобы у нас было все разделено, чтобы мы могли понять, что какой-то процесс не влияет на наши измерения. Также в качестве таргета использовалась двухпроцессорная нода с 7 гигами оперативы. И в качестве тестера была четырехпроцессорная нода с 15 гигами оперативы. На эту ноду, которая Таржет, по очереди деплоились имплементации Elixir плюс Cowboy, Elixir плюс Elly. Elly – это еще один веб-сервер. И Vertex и там код был на рубик. То есть они были задеплоены не одновременно, а по очереди. Один задеплоил, протестировали, выгрузили, задеплоили другой. Версии сейчас уже самые новые. Тогда, два года назад, это были другие. Ирланг какой-то старый. Мы использовали этот... Ниф Джейсон Парсер, написанный на сявка жизнь. Чтобы он работал быстрее. Как ребята посоветовали с форума. Потому что после изначальной нашей стычки такой, я полез на форум и начал там плакаться. Что вот, вот я написал, а оно не такое. И ребята, они провели код-ревью. Там что-то посмотрели, что-то подсказали. Ну, чтобы помочь улучшить. Но это было два года назад. И вот наконец-то получилось к этому вернуться. Собственно, версии все пообновлялись. Джейсон Парсер мы по подсказке ребят тоже использовали. Нифовский. План совсем не использовали. Ну, чтобы он тоже как бы не влиял на замер. Так получилось, что оказывается очень долго это все делать. Писать несколько разных приложений. Залазить в эти документации. Особенно по Vertex, у которого я ничего не знаю. И поэтому... А оттестировать еще больше. Хотя вроде бы все понятно, все просто. Что нам нужно прогнать, какие команды. Но сам тест занимает много времени. Пока деплой, пока раздеплой, пока погнал команду. Пока она отработала. Там какие-то минуты идут и идут. И ты просто сидишь смотришь на это все. Вот. Поэтому удалось погонять тесты только при помощи одной тулзы. Которой это Apache Bench. Как подбиралось, собственно... Ему можно указать... У него несколько параметров. Это сколько реквестов послать. И какая конкуренция. То есть сколько потоков одновременно. И конкуренция подбиралась под каждый сервер такая, чтобы показать его наилучшие результаты. Например, там в 30 потоков. Так, хорошо. А если там в 20? Ага, лучше. А если там в 40? Хуже. Ну то есть и вот так вот. Получается, с каждого сервера пытались выбить его максимальный результат, который он может показать. И запускалась одна и та же, с одними и теми же параметрами, несколько итераций. И если последние две итерации показывают хуже результат, чем предыдущие все, то выбираем самую лучшую из того, что было. Для чего это сделано? Например, поскольку в случае, так сказать, это GVM, она разогревается, там что-то кешируется, что-то еще где-то. Она вырастает в оперативе и с каждым следующим запросом она все быстрее работает. Вот. В случае с эликсиром, оказывается, тоже, ну как бы, результаты не всегда стабильны. Поэтому лучше прогнать побольше итераций и выбрать из них самую лучшую. Собственно, да. То есть, извините, у вас, наверное, был рабочий день, у меня нет. У меня был сегодня выходной, но я целый день сегодня потратил на эти тесты. Поэтому, извините за кучу текста, вот, тут нужно смотреться, может быть. То есть, первый, первый этот тест, это просто тест статического эндпоинта. Отсервить JSON-стрингу недолго, там что-то символов 30, может быть. Миллион раз. Вот. Значит, в случае... Так, что у нас тут получается? Ага. Значит, оказывается, у вертекса есть такая тема, что он может есть... Там пишутся такие хендеры. То есть, мы пишем функцию и она как бы хендер. Мы этот хендер можем вызывать по-разному. И мы можем, например, плодить треды, как это по-русски? Ну, не имеет значения. Треды плодить под каждый вызов хендера. И хендер это как callback. То есть, он когда отработал, он что-то сделал. И они говорят, что, ребята, только не запускайте код, который что-то блокирует. Потому что оно как бы все заблокирует. Оказывается, есть такая тема Jive. Но это мы дальше затронем чуть-чуть. Вот. И если у вас вдруг код что-то блокирует, тогда надо вызывать его специальным образом. Не хендер метод использовать, а блокинг хендер. Вот. То есть, и по документации складывается такое впечатление, что нужно это делать не часто. Но оказывается на деле, что мы всегда то ли обращаемся в базу, то ли отдаем респонс клиенту, то ли считаем что-то. И это как бы блокинг код. Ну, то есть. Потому что я изначально, когда гонял со стандартными как бы хендерами, я смотрю такой, о, ничего себе. Эй, наш эликсир эли там перфомит чуть-чуть не так же, как этот вертекс. Но оказывается, что используя вот этот вот блокинг хендлеры, все-таки, когда он запускает отдельный трэд и в нем обрабатывается, потом удают колбэк, оно оказывается чуть-чуть быстрее работает. Ну ладно. Как бы там ни было. Короче. На данном слайде видно, что ковбой проседает раз в два. Вот. И вот он, допустим, в 10 потоков запущен и не сильно отличается, если в 30, просто в 10 он чуть-чуть будет лучше результат показывает. И это связано с тем, что ковбой на самом деле просто, я как бы адвокат, что там много фич. Он много может делать. И действительно, это высокотехнологичная штука. Ребята шли к этому долго. Уже вторую версию написали. И из-за этого, ну, собственно, и потормаживает. Вот. То есть у нас всегда есть такой, знаете, баланс между, как это говорят, трейд-оффы, да? То есть мы меняем что-то на что-то. Там, там, перфоманс на количество фич. Там еще какие-то вещи. Вот. Следующий тест, это выбрать 20 записей документов из Monge, сервизировать их, отсервить и сто тысяч раз. Ну, почему сто тысяч раз? Потому что оно работает медленнее, чем статика. И, как бы, ждать это сильно долго. Вот. И получается, что ковбой продолжает проседать. А остальные, как бы, идут нога в ногу и, скорее всего, они просто Monge ограничены. То есть их просто Monge тормозит. Эти реквастия Monge и всё. И, в принципе, разницы особо нет. Потом вот есть еще один такой тест. Мы посылаем уже постом такой вот JSON-чик. То есть A плюс B и количество раз. Количество раз, это, ну, тут не обращайте внимания. Оно просто в следующих примерах будет использоваться. На сервере что делает? Он просто парсит этот JSON. Суммирует A плюс B. Суммирует он их вот столько раз. Потом возвращается JSON-результат. То есть там просто ключ result и там 30, например. Вот. В данном случае, как бы, результаты чуть-чуть разошлись. Оказывается, Blocking Handler так и помогает Vertex в этом случае. Вот. Потому что, вот видите, как они разбегаются, этот обычный, и Blocking, который... Этот обычный, он не создает Thread. Вот. И Эли в этом случае он даже, как бы, посередке стоит. Ну, собственно, это цитата из одного из постов на форуме, на форуме, который я спрашивал. Саша Юрик, вы его знаете по презентациям его, по книжке. Как там, Alixirin Action или что-то такое, да? Вот. И... Он был одним из тех, кому оплатился в жилетку, и он говорил, что... Что есть вот... То есть, он с Vertex не знаком, но есть... Поскольку это Java, то он подозревает, что, возможно, есть... Такая вот у нее, как это... Вада на украинском. Недостаток. А? Недостаток. Ну, да. Недостаток или нет. Но, допустим, мы можем послать какой-то один запрос, который долгий, и он нагружает CPU. Он его нагружает. И тут же мы шлем за ним. Второй запрос, который короткий, который должен отработать побыстрее. И он, как бы, говорит, что... Не должен второй отработать, пока первый не вернется. И, как бы, тут у нас... Ну, вот такая вот штука, короче. Надо потестировать, а что делать. В данном случае мы просто берем уже curl, time, и шлем запрос. Вот этот самый endpoint. Помните этот iterations count? Берем каунт один. Возвращается там... Ну, очень быстро. Берем... Во втором... Теперь запускаем в двух терминалах. Interations count, что-то большое, какое-то число. И оно отрабатывает долго. Тут же... Ну, мы успеем переключиться, чтобы стартануть в следующем терминале, на этот же сервер. И, как бы, такие новые затормозили. Смотрите. То есть, если у нас какой-то выполняется запрос, да? Долгое время, то... Следующий-то не обрабатывается? Ну, окей. У нас есть blocking handler, правда? То есть, это обычный был handler, а у нас есть теперь еще blocking handler. Документация, то вектор все. Отличная документация. Там написано, что ребята, надо его использовать в таких случаях. Хорошо. Используем. Все то же самое. Числа, числа, числа. Все равно. Ну, как бы, я думал, что оно поможет. Мы даже с Сашей с этим спорили. Я говорил, ну хорошо. У них это есть документация. Смотри, вот мы можем это использовать. Он говорил, ну, конечно, мы можем это использовать. Ну, как мы можем угадать, какой из запросов будет долгий, какой не будет долгий. Я об этом должен думать. Там еще что-то. Оказывается, не надо даже думать. Они просто все долго работают. Вот. И... Случай с Elixir. Мы используем этот LAND параметр, представьте, Elixir. Для того, чтобы у нас был запущен только один scheduler. Который будет на event loop. Короче, looper только один. Что мы запускаем? Мы просто тестируем сначала первый запрос. Он отрабатывает быстро. Тут же запускаем сразу два. Первый отрабатывает долго, а второй отрабатывает быстро. Ну, то есть... Вот такая штука. И с чем это связано? Это связано с разными типами шедулинга. Когда есть принти в шедулинг. Когда... Когда, собственно, есть какой-то... Как это сказать... Контролер сверху, да? Который говорит, что этот процесс остановить. Этот запустить. Этот распаузить. Этот вернулся. Ну, то есть... В случае... Это... Такой шедулинг используется в ланге. Вот эти вот шедулеры, которые... Мы можем контролировать количество их. По умолчанию запускается количество шедулеров, равное количество наших ядер. То есть, если там, например, четырехъядерный прос, то четыре и четыре шедулера запустятся. Можно их запустить больше, но обычно смысла нет. Вот. Есть, как говорите, тип шедулинга. Это когда мы даем процессам контролировать... Ставить на паузу. Например, какой-то... Когда мы как... Разработчики, которые работают с такого типа системами. Мы понимаем, что мы сейчас делаем какой-то запрос. Читаем файл или там http запрос куда-то. И мы можем отдать экзекьюшн другому процессу, пока... Ну, то есть... Тот, который экзекьюшн, который нам дали. Мы его отдаем. Там что-то выполнялось. И ждем, пока он на кноу вернется. То есть, этот шедулер, он как бы за это не отвечает. То есть, отвечая, вот именно вот эти вот процессы. Именно такой тип шедулинга используется в Jam. Поэтому, собственно, оно вот так вот и работает. Ну, как бы... Я забыл, к чему это. Там надо посмотреть. Извините. Вот. Наверное, про баланс. То есть, везде есть свои трейд-оффы. Мне сначала показалось, что в Eltex это можно дело контролировать. Но, оказывается, нельзя. Что там следующее? А! Реальный проект. То есть, тот проект, который запустился. Прошло два года. И ребята, они дали свой фидбэк по поводу Eltex, который они таки выбрали. Писали они на JavaScript. И вот они говорят, что дебажить приходится просто console.log куда-то писать. Оказывается, что объекты это не всегда JavaScript объекты. Потому что у них, например, такие методы, как ToString не имплементированы. И он его дебажит просто, чтобы запринтить. А получается, что он не может даже с ним это сделать. Не все, ну, поскольку JavaScript, они используют NPM-пакеты, нодовские. Оказывается, что не все из них работают. Потому что некоторые слишком уж опираются на какие-то вызови с операционной системы. А там какие-то накладки. Они говорят, что вот они взяли кусок кода, переложили. Там используются JavaScript промиссы. Ну, кто знаком с JavaScript, они знают, что это как бы вид синхронного программирования в JavaScript. Вот. И оказывается, что Eltex их вдруг не поддерживает. Пришлось читать документацию, разбираться и как бы переделывать все. Ну, еще оказалось, что в частности Elasticsearch Client, он как бы работает даже медленнее, чем на рельсе. Ну, так случилось. И они с этим долго боролись. С другой стороны, ребята на форуме нашим Elixir нам говорят, что неплохая технология. Поигрались, но как бы отклика особо нету. То есть, если они там ищут какие-то вопросы, все. Получается, что не находят там. Ну, собственно, почему эта тема возникла? Потому что каждый раз, когда мы приходим и говорим, Elixir, нам говорят, что? GVM, Noda, там еще какие-то вещи, Assembler, в конце концов. Вот. И, как бы, приходится с этим бороться. Потому что эта тема, она не раз возникает на Elixir нам форуме. Там говорят ребята, что вот наша скала, она вот эта, Elixir нам там не то. И, ну, действительно, Elixir он всегда не такой уж быстрый, скажем так. Ну, так и есть. Но, в этом случае, как бы, практический тест показывает, что тут особо выбора даже нету просто. Ну, как бы, Elixir и все. А, там, получается, вот эти все тесты. Я также просто запустил аштоп и наблюдал загрузку процентов. И вот, как бы, если Elixir выжирает сразу... Почему 200? Потому что два ядра. Если он выжирает сразу все, то, как бы, Vertex не всегда. И непонятно, что это значит. То есть, это просто... Вот он, когда исчисление делал, только он хорошенько уже выжирал. И то, наверное, только из-за того, что он переключался между тридами, да. Вот такой вопрос. А как вы меряли CPU load для Elixir? Просто кроме Elixir ничего не было запущено. Я просто запущу... То есть, топ или иштоп меряли? Иштоп, да. Когда вы так меряете, там есть уваряйца, и CPU usage будет выше, чем, например, в реальность есть. Надо это мерять через... Внутри Elixir есть там типа schedule load. Хорошо. Еще вопрос. Как на одном шедулере можно повесить два ядра, вычитывая что-то шедулер и привязывается? Один шедулер был использован для одного теста, и там одним кулом и выполнялась, а не этим Apache Patchmark. С той же машинами, которая был запущен на PlayStation? Нет, на другом. Просто я повторю вопрос. Шедулер привязывается конкретно на ядро. Да. Вот в этом случае два шедулера. В этом случае два шедулера. Два шедулера, окей. То есть, мы вот этот параметр передавали только в случае вот этого теста. В случае одного теста. Все остальные тесты, они как бы по умолчанию, все запускалось, ничего не тюнилось. Ни Elixir, ни Vertex. Я вот там даже думал на Hype переключиться с Beam, но потом вычитывал, что при частом переключении на NiF, она про чуть-чуть проседает. А у нас JSON парсер на NiF, поэтому как бы… Смотрите, NiF они окей только в том случае, если они выполняются до миллисекунды. Потому что это, по сути, количество тактов, которое выделяет шедулер на один NiF. В случае, если они выполняются дольше, то шедулер начинает дурить, из-за этого перформанс начинает декодировать. То есть использовать партеры в виде GIF для больших GIF он получен? Ну это же понятно. Ну это же невероятно, они же 2-ртискетчевались. А? Они же уже 2-ртискетчевались. Это если ты запустишь 2-ртискетчевались. Да, они же запускаются 3-ртискетчевались. Не, 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 не. Не, 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 не. Казано про. Не, на 3-ртискетчевались. Окей. Может быть, в последних версиях что-то поменялось? Да, последних версиях. Это 21. Это 21. То есть только что-то скальплыл, стоит 21. Ну, в 20-й версии ты же знаешь, что Dirty Scheduler. Окей. Я объясню. Дирт. 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 по сути это мы минимизируем деградацию перформанса на код, который выполняется в основном и убираем зависимость нашей свойства выполнения всего критейшена и из-за выполнения них? Это на самом деле отличная тема, потому что когда мы пытаемся продать эликсир, ну как технологию, не как сэлзы кому-то, а как технологию, чтобы потом на ней же и писать, собственно, то люди они как бы не разбираются, сами все равно на как бы красивость кода, на элегантность решения, на то, насколько мы будем счастливы использовать эликсир, понимаете? Они смотрят на другие вещи, сколько разработчиков на рынке, какие там какие-то там синтетические тесты, которые как бы на самом деле ничего не показывают. И вот есть такой тест, там сайт называется Tech Empower, Tech Empower. И там множество технологий они используют, у них есть там какой-то стандартный тест, там тоже джейсона цивилизировать, выдать, отсервить статику отсервить, там еще что-то сделать, ну такой наборчик. И потом они выводят там статистику, какой там error rate, сколько requests в секунду, там еще что-то. И там у них много что есть, там есть и рельса, и PHP, и эликсир с фениксом, и джавы там немеряно всякое, и там еще что-то всеобразное. И в принципе оно в открытом виде, то есть можно туда контрибутить. Вот если мы возьмемся и начнем вот эти вопросы оптимизировать, например там нифы вынести в Dirty Shadow или там, или еще что-то сделать, и оно вдруг лучше покажет, то нам же от этого только лучше будет, потому что нам будут заходить эти проекты, которых мы все хотим и ждем. Правда? Есть корреляция. Чем больше рынок, чем популярные технологии, больше людей, которые ты сможешь покрыть, там необходимость ресурсов в проекте, тем лучше. Поэтому нам надо растить людей. А не пытаться выжимать из тестов каких-то синтетических, какой-то супермансов. Я думаю, в этом... Растить людей это супер. Но где мы их будем растить? Мы их будем растить дома на коленке. Понимаете? Метап есть. Отлично. Все растить дома на коленке вначале. Супер. Давайте выходить в проекты за деньги, потому что это гораздо более продуктивно. Например, мне компания оплатила этот доклад. Я потратил три рабочих дня и еще нерабочих несколько дней, чтобы вот это все собирать, анализировать, куда-то пихать и так далее. А? Короче. И, собственно, вот эта вот компания. Я должен был это сказать, извините. Это ссылка на Репу, там есть манифесты Кабернейтса, все приложения. Заходите, что-то тоже по контрибьюте и будет оно еще быстрее работать. Все. Ну, то есть, финализируя, я вброшу. Вертекс быстро не работает, а Алексей работает продуктивно и на нем можно разрабатывать. Именно. И это удобно, в отличие от непонятно чего, потому что там, оказывается, нужно... Ты приходишь туда, типа такой, да я шруби знаю и буду писать. Оказывается, тебе надо знать java и всю эту экосистенту. Ну, как бы... А, Дарья, вопросы? Ну, мы эти последние пять минут заняли. А нужно еще. Еще. Никто? Нет? Не, ну просто базовый вопрос. А вот тесты формата многоядерного чего-то были? Два ядра. Ну, понятно, что на одном ядре там кто-то... Два ядра. Ну, как бы... Два ядра, это же как бы не базовый посыл. Эксир про то, что у нас есть... Мы растем в количестве ядер, а не в произведении... Да, и в Эфтекс про то же самое. Вот мы взяли два ядра. Собственно, было там? Ну, не так. На практике 70 ядер можно загрузить. Еще? На практике 70 ядер можно загрузить. Хорошо. А тут? Хрем. Хрем. Хорошо. Я отвечу. Не было. Не было, потому что правильно... Я был ограничен десятью ядрами. Мне надо было разместить вот это все на десяти ядрах где-то. Ага. И максимум два ушло на... Туда, сюда, там где-то, еще что-то. И оно так получилось. Ага. Но, оказывается, что на тестер можно было меньше ядер использовать. Он не выгребался в свои четыре ядра. Я что-то думал просто, что генерить нагрузку, оно тяжелее, чем, собственно, ее... Ну, как бы... Отвечать. Оказалось, нет. А еще вопрос. Снимались какие-то метрики ВМ-ки во время тестера? Нет. Я это делал буквально сегодня. Все остальное время я писал и, как бы, конфигурил. И еще с питомом разбирался. Потому что хотел метрики снимать, но не с операционки. Вот. Ну, вот, серьезно. Тут еще можно копать и копать, оптимизировать. Я, допустим, базовую метрику. С этим кодом. Там, собственно, линк не на мастер, а на тех, который называется round1. Вот. Поэтому мы можем еще сделать round2 через два года. Вот. И оно open source, можно туда контрибутить. Можно его забрать, у себя погонять, что-то туда дописать. И, как бы, давайте посмотрим, что будет. Давайте возьмем метрики. Давайте сделаем еще лучше результат. Найдем bottleneck. Линк. Линк. А они думали еще на каких-то, ну, с какими-то, там, высокопроизводительными языками, типа Гоу? Мне даже Vertex не было интересен. Потому что, на самом деле, я в него погрузился просто, чтобы сказать, что эликсир могет. И все. Потому что мне вот интересен эликсир и все. Ну да, есть всякие разные, там, Го, там. Но почему не Asm? Давайте возьмем Assembler. Он самый быстрый. Не, Assembler у него такой практичный. Ну, ага, что, сильно практичный. Ну да, мы на нем сможем написать. Это отличная, там, CLI у тебя нет. Отличный. Отличный язык. Ну, то есть, под каждую своя технология. Но веб, скорее всего, Алексей. Да, я просто хотел добавить, что вот эти бенчмарки, это, получается, в основном бенчмарк Network Driver. Ну, как бы, в Веронике есть этот iNet Driver, какой-то. Ну, какой-то абилитации. Ты будешь использовать, ну, чтобы, типа, create, acceptor вызвать. И, типа, receive. Сама аппликация все ничего не делает. Она просто продает. У каждого проекта своя специфика. Вот. И, может быть, не везде, о боже, подходит Алексей. Но... Все равно все начинают вздыхать вверх, в базу данных. Да. Да. Вот Богдан, как его с толком был? Гусев. Гусев давал доклад на Ruby Meditation. И там они показывали, как они оптимизируют рельсовое приложение. И оптимизация рельсового их приложения заключалась в том, что они денормализируют базу данных. Вот и все. Организация работает. Ну, работает. Да, отлично. Ну, то есть, прессовое приложение так работает быстрее, чем база данных что-то отдают. Ну, отлично. А эликсирового еще быстрее работает. Если базу данных выбирается. Не, ну, можем внести базу данных внутрь эликсира приложения в какой-нибудь BTS. Тогда эликсир будет не так. Не, так это Джо Амстронг, он вообще говорит, а вам не надо базу данных. Зачем вам базу данных? Ну, храните себе туда что-то сохранять асинхронное. Капец. Все данные, вот они, в State. Они в State охранятся. И они будут отлично быстро работать. Ну, если не надо. А если вдруг упадет? А если вдруг упадет, то да, у нас возникает эта теоретическая хранка. Пишите лучше. А самые стеснительные могут на перерывы, которые сейчас начинаются, задать еще вопросов спикеру. Да. Если я не отвечу, я знаю, куда послать. Куда послать? Аплодисменты?